Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сёстры. Тема здорового Рамадана заинтересовала многих, и многие интересуются, что можно, что нельзя. И вообще месяц Рамадан — это всеобщий марафон, который объявляется Всевышним Аллахом для всех, в первую очередь для всех тех, кто... для всех грешных рабов Всевышнего Аллаха, ибо в месяц Рамадан Всевышний Аллах вводит особые запреты, запрет на питание, на питьё. То есть всё то, что было дозволено Всевышний Аллах в этот период, нам запрещает, ибо именно таким образом можно облагородить свой нрав, стать более богобоязненными. И ровно так же, если мы не введём определённые запреты, исключения в свой рацион, люди, которые накопили большое количество всяких заболеваний, не смогут получить полноценное здоровье. Месяц Рамадан — это всеобщий марафон, который нам гарантирует и богобоязненность, и в то же время здоровье, если мы построим правильный ифтар и сухур. Каким же образом обычно я строю свой ифтар, хочу ознакомить вас. Но перед этим хочу объявить о том, что месяц Рамадан ни для кого не секрет, является золотым шансом исцеления. Ибо пост — это исцеление. Но для этого необходимо иметь определённые знания. Ибо исцеление и физическая польза поста зависит от наших ифтаров, от наших перекусов, от наших сухуров. И в связи с этим, и учитывая просьбы многих, моя команда из Natural Clinic подготовила специальный марафон «Здоровый Рамадан», в котором участники могут получить сопровождение моих специалистов в течение всего месяца, которые помогут вам сформировать продуктовую корзину на месяц Рамадан, помогут вам составить ваше меню, помогут вам своими консультациями. Марафон будет в себя включать и лекции, личные консультации. Этот марафон будет полезен всем, любым желающим, которые хотят попробовать нашу программу и улучшить своё здоровье таким образом. Данный марафон будет особо актуальным для тех людей, которые страдают преддиабетом, сахарным диабетом второго типа, ожирением, инсулино-резистентностью, жирной печенью, проблемами с центральной нервной системой и многие другие проблемы, которые происходят из метаболических нарушений. Вся подробная информация о предстоящем марафоне будет в описании под данным роликом. Я же со своей командой сделаем для каждого участника всё от нас зависящее для того, чтобы каждый участник получил максимальную и духовную, и физическую пользу из этого благословенного месяца. Что касается для всех, каким образом я строю свой ифтар, приблизительно поверхностно сегодня я вас ознакомлю. В первую очередь, после Азана я начинаю свой ифтар с одного финика. Почему с одного? Потому что в моём возрасте, так же, как и многие из наших подписчиков, это те люди, которые имеют проблемы с жирной печенью и так далее, и так далее. То есть сунная пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не является заедаться финиками на ифтар, как обычно многие из нас это делают. Мы едим горсти фиников, заедаемся финиками. Это не сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил нечётное количество. Чаще всего он ел один, максимум три финика. После этого небольшим количеством воды мы его запиваем. Если у вас есть возможность, после такого ифтара, в первую очередь, начать с жидкого блюда. Это значит любые супы. Крем-супы. Огромное количество. Вы их можете, рецептов огромное количество найти в интернете. Это полезные зелёные супы, супы из брокколи, грибной пусть будет этот суп. То есть небольшое количество жидкого блюда. Всё. После этого мы совершаем намаз, совершаем суннат намаз. После чего наше чувство, обострённое чувство голода снижается. После этого мы приступаем к основному. То есть мы начинаем нашу трапезу с салата. Зелёного, хорошего салата, заправленного качественным оливковым маслом, холодного отжима, заправленным специями, такими как перец, куркума и так далее. Едим салат, я ем салат абсолютно без ничего. Мне не нужно ни кусочки хлеба, чтобы есть салат. Разве что я прикусываю хорошим твёрдым сыром, нашим дагестанским сыром, ем салат. После салата приступаем к основному блюду. Что значит основное блюдо? Это значит наш белок. Норма белка для человека, который не занимается активным физическим спортом, тяжёлым физическим трудом. Это значит на килограмм массы тела грамм-грамм 50 белка. То есть от 80 до 220 граммов мяса. Любого мяса. То есть сушёное мясо, вареное мясо, жареное мясо. Естественно, мы о жарке далее поговорим. Значит, в качестве гарнира, то есть гарнир вместе с нашим белком не должен быть основным блюдом. Что мы любим делать, когда едим белок? Мы, в отличие от многих-многих граждан России, жителей Северного Кавказа, Дагестана, мы любим есть горы хлеба. Если это не хлеб, это значит целая горка риса, горка любого другого вида углевода. Пожалуйста, если это будет гарнир, это небольшое количество гарнира, грамм 100-150 из булгура, потом бурого риса и так далее. То есть нельзя делать горы вот этого углевода основным блюдом. Основным блюдом являются жирненькие куски вашего блюда. То есть если это мясо, то предпочтительно, чтобы это мясо было жирным, грамм. То есть легко определить, это значит вместимое в нашу ладонь для женщин и две ладони для мужчин. То есть сели. Дальше можно чередовать белок рыбный, то есть жирные сорта блюда приветствуются. Потом любая птица, то есть любые виды мяса, если они жирные, они достаточны для того, чтобы поддержать ваш организм в достаточном тонусе, в достаточной бодрости, в продуктивности в течение всего вашего последующего дня. После этого, после того, как съели блюда основное, можно чем-то перекусить. В качестве перекусов, конечно, ни в коем случае не годятся. Никакие печености, которые содержат огромное количество сахара, это значит к чаю. Мы переходим постепенно к чаю, мы любим обычно запивать этот чай, заедать этот чай тортиками, круассанами, печеньями и так далее. В течение всего месяца Рамадан я всем советую отказаться от вышеупомянутого. То есть перекусываем любыми орешками, семечками, желательно тыквенными семенами. То есть это горсть, две горсти этих семян. После этого я обычно все это запиваю раствором яблочного уксуса. Хорошего яблочного уксуса, органического. Желательно, чтобы уксус имел осадок, имел уксусный гриб. Это значит домашнего изготовления, это значит местного изготовления. Их огромное количество. Вы можете найти качественный яблочный уксус. Как его пить? Мы разбавляем столовую ложку на стакан воды, пьем яблочный уксус или до приема пищи, или во время приема пищи, или же после приема пищи. Нет разницы. Главное пить яблочный уксус регулярно вместе с каждым приемом пищи. То есть два-три раза можно пить такой раствор и очень важно его выпить и полезно перед сном. Это снимает тягу к пище, регулирует наш аппетит, помогает усвоению нашей пищи и вот таким вот образом проходит весь наш ифтар. Так как вы исключаете из рациона газированные сладкие напитки, исключаете сахар, исключаете кондитерские мучные изделия, вы избавляетесь от неконтролируемого чувства голода и ваш пост проходит гораздо легче. Съели вы после ваших блюд, после вашего ифтара хорошенечко с чаем поели тортики, поели сладости, наелись сахаром, голод вам гарантирован. Почему? Потому что это вызывает всплеск инсулина, потом падение сахара, это значит такие так называемые инсулиновые качели, которые провоцируют падение, то есть усиление чувства голода, это вам не поможет. То есть также вы можете к чаю, что же можно использовать к чаю? К чаю можно найти у нас после приемов пищи вы можете заказать, найти гурбичи, которые не содержат сахар, то есть тоже в умеренном количестве. И также если вы сможете найти сладости низкоуглеводные, которые не содержат сахар, которые содержат невредные, безвредные сахарозаменители, тоже пожалуйста в ограниченном количестве их можно употреблять. Что касается фруктов, задают вопрос, как быть с фруктами, с сухофруктами, в ограниченном количестве это все употреблять можно. И по поводу фруктов хочу сказать следующее. У нас у всех, так же как и у меня бытовало мнение, что фрукты это здоровый источник, целая кладезь витаминов, питательных, полезных веществ и спокойно вечерами собирались за подносами ассорти фруктов и объедались. Что оказалось очень вредным для нашей печени, для нашего здоровья. Фрукты это источник сахара, который называется фруктоза, которую наша печень должна синтезировать в глюкозу и тем самым получать на себя колоссальную нагрузку. Что касается на месяц рамадан, я также сторонник ограничения употребления фруктов. Если вы хотите съесть фрукт, пусть это будет например на ифтар вместе с салатом, то есть до употребления основного вашего блюда половина яблока, вот такой небольшой кусочек грамм сто, банана или чего-либо, пожалуйста, но будьте осторожны при употреблении фруктов. Особенно если вы страдаете жирной печенью, если вы страдаете преддиабетом, метаболическим синдромом, этим людям крайне желательно ограничивать употребление фруктов, так как фрукты на рамадан приходятся на ночное время, поэтому лучше всего на весь месяц рамадан исключить из рациона фрукты, за исключением таких фруктов, как авокадо, лимоны, остальные лучше исключить. Правильно построенный ифтар, правильно построенный порядок нашего ифтара поможет нам бодро чувствовать себя на таравихах и в других поклонениях Всевышнему Аллаху. Что бы я мог к этому еще добавить? С чего я должен был бы и начать вопрос физической активности в месяц рамадан. Многие к сожалению встречают месяц рамадан и проводят его неактивно. Думают мы не едим, мы испытываем голод, лежим на диване, то есть гиподинамия. Это очень нежелательно для нашего организма. Лучшее время физической нагрузки в месяц рамадан это за 40 полчаса до ифтара. Постарайтесь до ифтара найти время для простой прогулки на свежем воздухе. Этого будет вполне достаточно. И устроить таким вот образом ифтар. Ваши комментарии, ваши вопросы для нас это ценная информация. если у вас есть непонятные вопросы связанные с этим роликом, пожалуйста спрашивайте. Следующий наш ролик будет посвящен отдельно теме сухора. Ассаляму алейкум арахмуту лаи ва брахат ифтар.